Ну и теперь пришло время посмотреть лексический минимум к данному уроку. Это наш последний лексический минимум. Поднатужьтесь, совсем немного слов осталось выучить. По порядочку. Первое слово, глагол анистами. Анистами – это такой составной глагол из приставки «она» и корень «ста». Вот хистами мы с вами глагол изучали, у него корень «ста». Ставить, стоять. А здесь от этого корня, производная анистами. Поэтому если вы понимаете, что происходит с глаголом «хистами» в смысле форм, вы вполне поймете, что происходит с глаголом анистами. В будущее время «ана» с «тсо», она приставка с «т» корень «сигма» и «о». И аорист «ан» – «э» приращение в «ста», «са», образующее время. У глагола анистами значения различаются в зависимости от того, переходным или непереходным является глагол. Переходные глаголы – это те глаголы, которые принимают прямое дополнение. То есть при глаголе подразумевается наличие объекта, на который направлено действие. Например, переходный глагол «строить», «ломать», «красить» и так далее. «Я строю что? Дом», «Я ломаю что? Скамейку», «Я крашу что? Стену». То есть вот глаголы, которые предполагают после себя указание объекта, на которое направлено действие, называются переходными. Глаголы, которые не предполагают после себя указание такого объекта, называются непереходными. Ну, например, спать, бежать. Я сплю. Все. Никакого объекта нет. «Я бегу». Ну, тоже, в общем-то, никакого объекта нет. «Я бегу», вот я занимаюсь бегом. А с другой стороны, глагол «бегу» можно использовать и как переходный. «Я бегу марафон». «Я бегу что? Марафон». Как видите, глагол, которые, некоторые глаголы могут иметь и переходный, и непереходный вариант. А «нистами» тоже есть переходный и непереходный вариант, причем достаточно с значимо различающимися значениями, хотя и связанными. Переходный. Я поднимаю или воскрешаю. То есть, я поднимаю кого? Я воскрешаю кого. И непереходный. Я поднимаюсь и воскресаю. Так что вы смотрите по контексту. Если в контексте есть объект, на который направлено действие, переходный глагол «поднимаю», там «воскрешаю». Если нет такого объекта, если речь идет только о подлежащем, то «поднимаюсь» и «воскресаю». Будьте внимательны. Следующий глагол «anoygo». У него достаточно сложные формы. С чем это связано? Ну, «an» – приставка, и основу этого глагола «voig». «Digama», с которой начинается корень «voig», она выпала, но ее присутствие когда-то в истории языка оказало влияние на форму. Ну, что касается будущего времени, то «anoygo», «gso», «gso», «alixi» – здесь все просто. А вот что касается «aorista», то здесь две, как минимум, разных формы. Это «aneoxa» или «aneoxa». В чем дело? Ну, во-первых, посмотрим сначала на форму «aneoxa». Что происходит? Добавляется приращение, перед корнем, и получается «an» – «e» – «voig», ну «gso» дает «xi», «aneoxa». Потом «v» выпадает, и из-за выпадения «v» омикрон-компенсаторно удлиняется в омику. И «y»-то, естественно, подписывается, потому что теперь дифтронг становится несобственным. И получается «an» – «e» – «oxa». Но потом, когда потихоньку в истории языка начинает забываться, что вот такой глагол был с приставкой, возникает как бы второе приращение, и теперь еще и альфа может удлиниться, как будто бы вот эта альфа в приставке «an» – часть корня, и возникает форма «aneoxa». И так, и так, возможно, и те, другая форма есть в Новом Завете. Ну, как-то будьте к этому готовы. Форма перфекта – «aneo-ga». И здесь происходит аналогичный эффект при создании удвоения «v» – «v» – «v» – «v» выпадает, остается просто «e», удлиненная «omega» и вот такой перфект «aneoxa». Страдательный перфект. Анеугмай или Энеугмай. Тот же самый эффект, что и в Аористе, когда уже забывается, что там когда-то было удвоение, и начинает удлиняться альфа. И что касается страдательного Аориста, тут вообще огромное разнообразие фом. И Энеухтен, когда произошло и превращение в альфе, и превращение внутри глагола, и Энойхтен, когда только альфа удлинилась, и Энойхтен, когда внутри, то есть вот перед корнем произошло превращение альфа, это никак не затронуло. И даже Энойген, когда образуется форма второго августа. Вот огромное разнообразие фом. Это, конечно, все можно жутшокировать, но Н-Н-И-Г, и вот эти вот какие-то элементы, они все равно есть. Если вы посмотрите на все, несмотря на весь этот бардак с формами, тем не менее, они достаточно похожи, глагол узнавая. Следующий глагол Афеми, достаточно распространенный, состоит из приставки АПО и корня С. Что происходит с корнем С? Ну, вы уже можете догадаться, при удвоении сигма может начать выпадывать. То есть, что берем корень С, это глагол на Ми, поэтому пытаемся образовать форму настоящего времени от этого корня. Как и положено с удвоением, получаем Си-С. Но первая сигма выпадает, получаем Хи-С, а вторая сигма, оказавшаяся между двумя гласными, тоже выпадает, и получаем И-Э. И вот теперь смотрим форму настоящего времени. Аф, вот это АПО в АП, в АФ превратилось из-за придыхания, придыхание повлияло на букву, поэтому АФ и ЭМИ. Поэтому АПСИСЭМИ из-за выпадения двух сигм превратилось в АФИЭМИ. Что касается будущего времени, АФСО, что здесь произошло? Сигма выпала, превратилось в густое придыхание, превратило опять ПФИЭМИ. И ЭПСИЛО надлинилось в ЭТУ перед сигмой, образующей времени, поэтому АФСО. Теперь АОРИСТ. АФК. Что у нас здесь происходит? То же самое, какое-то там, я не знаю, выпадение 7, может быть, трудновато объяснить, почему ФИ появилось и в АОРИСТе тоже. Но тем не менее, вот АФК, может быть, просто легче даже эту форму запомнить и все. К тому же АФ, знакомая К, это КПАОРИСТ. Перфект страдательного залога АФОМАЙ. И опять же, сигмы выпали, и у нас вот остался такой вариант. И АОРИСТ страдательного залога АФТЭН. Чем-то похож на АОРИСТ действительного залога, только там было это, а здесь ЭПСИЛО. Ну что ж, какие-то формы легко объяснимы, какие-то нет. Вообще, глаголы НАМИ очень древние глаголы. Они прошли большой путь развития в языке. Они часто встречаются, и часто встречающиеся формы, как правило, бывают сильно неправильными. Но, с другой стороны, почти все эти глаголы в этом уроке вам и даны. Так что разберитесь с их формами, и все будет в порядке. ДЭЙКНУМИ, мы с вами его уже обсуждали. У него корень ДЭЙК за пределами настоящего времени. Будущее ДЭЙКСО, КСДАЛИКСИ. АОСЭДЭЙКСА, КСДАЛИКСИ. Перфект ДЭЙКСА, ДЭЙКСА. Ну, обычное удвоение для ДЭЛЬТЭ. Ну, и только не КАХ, перфекти. И страдательный ООСЭС, ЭДЭЙКСА. КСДАЛИКСА. Тоже с некоторым различием переходного и непереходного значения. Переходный СТАЛЛИКСА. Непереходный СТАЛЛИКСА. Формы. Настоящие хистами. Будущее СТСО. АОСЭСЭСА. Или СТЭН. Возможно, первый и второй ООСЭС. Но если первый, то это сигматический ООСЭС. Перфект ХСТК. По поводу перфекта нужно сделать одно важное замечание. Какое значение будет иметь перфект от глагола со значением СТОЯТЬ? Перфект это же завершенное действие с какими-то результатами. Вот я встал и вот я стою. Перфект по многим глаголам подчеркивает состояние, появившееся из действия. Вот я встал на какое-то место, стою на каком-то месте. Если это описывается с помощью перфекта, то как это описать? СТОЮ. Состояние, в котором я нахожусь, это состояние стояния. Я стою. И у этого глагола перфект регулярно переводится просто в настоящем времени. У нас нет другого выбора. По-другому мы перевести не можем. Так что и хистами стою, и хестека тоже стою. Слово МЭСО, средний, как прилагательное, ну и как наречие может иметь значение посреди. ТИТОМИ, опять же изучаемый глагол в этом уроке, кладу, помещаю, с достаточно регулярными формами. Только помните вот этой вариации ТАУ ТЭТа, которая все время случается, чтобы вот двух подряд ТЭТ не было в этом слове. И последнее слово ФЭМИ, говорю с корнем ФЭ. ФЭМИ, у него достаточно мало форм в Новом Завете, в основном она встречается просто в форме ФЭМИ. И форма ФЭМИ может рассматриваться и как имперфект, видите, Э-перерращение, ФЭ-корень, и может рассматриваться как аорист от этого же самого глагола. Если имперфект и аорист формы совпали, ну, сказал, говорил, выясняйте, была ли какая-то длительность по контексту. Ну, кроме вот этого вот, у этого глагола ничего учить не надо. Вот, собственно, все слова, которые вы должны были выучить. Если вы выучили все слова, то сейчас вы знаете как минимум 335 слов. И хотя число совсем небольшое, но это примерно 80% текста Нового Завета. То есть в среднем, когда вы будете читать текст, незнакомыми вам будет каждое пятое слово. То есть вот слова в среднем. Четыре знакомых, пятое незнакомое. Четыре знакомых, пятое незнакомое. Ну, на практике все будет немного не так. На практике обычно как случается незнакомые слова имеют тенденцию группироваться. Когда обсуждается узкоспецифичная тема, как правило, собирается много незнакомых, редких слов. Поэтому знакомые, 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 бах, куча незнакомых. Знакомые, знакомые, бах, куча незнакомых. Ну, вот такое ощущение. Но если в среднем по всему Новому Завету смотреть, то незнакомым будет каждое пятое слово, что, в общем-то, уже достаточно неплохо. Ну, и последнее, что нам с вами нужно сделать, это посмотреть разминочные упражнения к данному уроку, после которых вы, собственно, будете делать домашнее задание и оттачивать умение распознавать формы глаголов нами. Итак, давайте по порядку. Первое предложение. Глагол «э-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ» Глагол «ки-тэ-ми» Э-прирощение, Т-корень, К-суффикс, это К-по-рэст. Вот место, где они положили его. Второе. Ти хестекате блэмпантэс эйстон уранон. Вопрос. Хестекате – это перфект от глагола хистами с корнем ста. Видите, х в начале. Придыхание – это остатки от выпавшей сигмы. Когда-то было хестекате, потом сигма выпала и превратилась в придыхание. Поэтому было удвоение с, корень ста, суффикс к, ну и окончание т. Так что в данном случае перфектнее путать его с аористом. Ну, конечно, у хистами сигматический аорист, поэтому форма в аористе была бы ст-сате. Но все-таки, да, вот все-таки есть какая-то опасность перепутать. Поэтому вот к плюс, конечно, вот это вот х, которое от выпавшей сигмы, хорошо нам помогает разглядеть перфект. Вот ставить-стоять, перфект, мы с вами уже говорили, имеет значение стоять. Стал когда-то и стоит, вот состояние-стояние. Итак, что вы стоите, глядя в небо? Вопрос. Блэп-эмтэс – это причастие настоящего временного глобого блэпа. Это видите, суффикс. Гамма. У дунатай статэнай х басилээкэйна. Статэнай. Корень ста очень хорошо виден. Суффикс тэ, показывающий, что мы имеем дело со страдательным аористом. И окончание най – типичное для инфинитива. Так что это страдательный залог, инфинитив, аорист, от глагола хистами. Как нам истолковать страдательный залог от глагола стоять в данном контексте? Ну, в общем, выглядит немного странно, и нам трудновато это вот так прям взять и перевести именно страдательного залога. Периодически вы будете сталкиваться с тем, что вдруг какая-то неожиданная залоговая форма вам встретилась. Какова тактика действий в такой ситуации? Первое, что вы можете сделать? Вы можете взять словарь греческого языка и просто найти заинтересовавший вас глагол и посмотреть, нет ли в словаре какой-нибудь подсказки, касающейся данного глагола. Потому что зачастую подсказки, связанные с необычным употреблением залоговых форм, в словарике есть. Если вы посмотрите словарную статью про глагол хистами, то обратите внимание, как описан непереходный вариант значения этого глагола. Итак, непереходный, а также во всех временах средний, мед и пас, медиального и пассивного, среднего и страдательного залога. Обратите внимание, все формы среднего и страдательного залога у этого глагола переводятся как стоять, оставаться, представлять, являться, быть устойчивым, стоять твердо, устоять и так далее. Ну, просто я сейчас читаю словарную статью. Понятно, что у глагола стоять, он же непереходный, обычную форму страдательного залога не образуешь. И форма страдательного залога фактически употребляется у него так же, как употреблялась бы форма действительного залога, то есть в значении стоять. И уже обладая этими сведениями, мы с вами можем перевести. Не может устоять царство то. Ну, вот это устоять, вот понять, что мы имеем право перевести страдательный залог таким образом, откуда мы знали? Мы взяли из словаря. А вообще, словарь – обязательный настольный инструмент для всякого, работающего с греческим языком. Те слова, которые вам даются в лексическом минимуме, ставлю, стою, вот те переводы, это просто базовые основные значения, которые помогают в большинстве случаев, но не раскрывают всех нюансов употребления слова. И когда-то со временем, много читая греческие тексты, вы, конечно, и нюансы тоже освоите, но вот сейчас обязательно для вас вот эти нюансы потихонечку накапливать, потому что вот вы столкнулись с таким вариантом, после этого вы будете уже в курсе, чего ожидать от глагола хистами, и дальше будет легче. Но с этими вариантами, всеми многочисленными, разными, периодически приходится ознакомиться благодаря словарям. Общий принцип. Если видите, что у вас что-то не ладится в переводе, первым делом смотрите словарь. Дельта. Хина, Тис, Тен, Псюхе, Ауту, Те, Хупер, Те, Филон, Ауту. На данном случае у нас глагол Те. Ну, Титами глагол с корнем Те. После Хина мы ожидаем сослагательное наклонение, естественно. Здесь Аорис, сослагательное наклонение. Вот этот корень Те мы в Аорисе видим, превращения в сослагательное наклонение нет. С, подписной Йотой, хороший признак того, что мы имеем дело с третьим лицом, единственным числом. От глагола там помещать, класть и так далее. Ну, и теперь собираем все вместе. Чтобы кто-то, кто-нибудь, жизнь свою положил за друзей своих. Ну, если правильно помню, нет больше этой любви, чтобы, то жизнь свою положил за друзей своих. Эпсилон. Эйс, хэн, стете. С Те, ну, мы видим корень С Те, глагола Хистами. В данном случае С Те плюс окончание Те, типичное второго лица множественного числа, и вот такое вот окончание Те, у нас встречается в повелительном наклонении. В настоящем времени мы бы попутались и думали, это повелительное или это изъявительное. А когда мы в Аорисе видим такое же окончание Те, мы сразу понимаем, это повелительное наклонение. В КОТОРЫЙ СТОЙТЕ. Вот смосочка дана, чтобы вы контекст себе представили, что относительно места имения Хэн относится к фразе АЛЭТЕ ХАРИН ТУ ТЕУ. ИСТИННАЯ БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ. И вот в этой благодати, В КОТОРЫЙ, В НЕЙ СТОЙТЕ. ЗЭТА. ПОС ОМ СТАТЕ СЭТАЙ ХЭБЫ СЭЛЕЯ АУТО. СТАТЕ СЭТАЙ. Это у нас, опять же, от глагола ХИСТАМИ, корень СТА, введено. Часто здесь встречаются. И ТЕ СЭТАЙ показывает, что это будущее время страдательного залога. Но после примера ГАММА мы уже морально подготовлены к тому, что страдательный залог от этого глагола будет иметь значение там стоять, устоять и так далее. И переводим. ИТАК КАК УСТОИТ ЦАРСТВОЕГО. ВОПРОС. И последнее. ХОДЭ ЭФЭ АУТОН. АГАПЭ СЭЙС КУРЕ ОТОН ТЕЛОНСУ. ХОДЭ ЭФЭ. Артикль плюс Д плюс личный глагол. Артикль здесь играет роль личного местоимения ОН. ЭФЭ, это либо имперфект, либо аорист от глагола ФЭМИ, сказал, говорил. Он же сказал ему. Формально. Ты будешь любить Господа Бога твоего, но вы помните, что будущее время может иметь повелительное значение в греческом языке, и здесь это весьма-весьма вероятно. Он же сказал ему. Люби Господа Бога твоего. Ну вот так. Разминка. И впереди вас ждет домашнее задание. В этом домашнем задании чуть побольше упражнений, чем обычно, ну просто потому, что на последнее и все подходит к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...